Новости на восьмом, а значит в ближайшие полчаса все о главных событиях из жизни Владивостока. В студии работает Александр Масликов. И вот что случилось в нашем городе к этому часу. У природы есть плохая погода. Аномальные ливни продолжат заливать Владивосток вплоть до субботы. Прим-гидромет продлил штормовое предупреждение. Смотрим в оба. Новое оборудование позволит офтальмологам Владивостока выявить проблемы со зрением даже у младенцев. Получено современное диагностическое оборудование, которое позволяет в кратчайшие сроки обсуждать ребенка и выявить у него патологию. Голос, апорт, паши. Журналисты восьмого канала взялись дрессировать яко. В эфире новый эпизод проекта «Попробуй на себе». Спасибо тебе, ты просто лучший. Бог среди быков. Также в выпуске «Все для людей». Дешевый тариф на рейсы Владивосток-Москва, возможно, перестанет существовать. Аэрофлот объявил его экономически невыгодным. И еще расскажем, о чем они разговаривают. Ученые на базе Приморского океанариума во Владивостоке начнут исследование способов общения белух и ларк. Но об этом немного позже, а сейчас о главном. В ближайшие двое суток Приморье останется под воздействием малоподвижного фронта. Дождливый период сохранится. 29 августа сильные дожди пройдут в западной половине края, а в последующие сутки охватят большую часть Приморья. Уменьшение дождей предполагается только в последний день лета. Во Владивостоке в предстоящей четверг и пятницу погода без изменений. Дождь различной интенсивности сохранится. Улучшение погоды ожидается только в субботу. Ближайшие трое суток паводковая ситуация на реках Приморского края осложнится. На фоне повышенной водности и переувлажнения бассейнов рек ожидаются дополнительные подъемы уровня воды на большинстве рек края. В связи с продолжающимися интенсивными дождями Примгидромет продлил штормовое предупреждение. Аномальные ливни продолжат заливать Владивосток вплоть до субботы. При этом за август Приморская столица уже получила практически двойную норму. А за последние два дня на город вылилось около сотни миллиметров. Одна треть от всего августовского, так сказать, дождестояния. Примводоканал начал масштабный сброс воды из городских водохранилищ Пионерского и Богатинского. Такого мощного притока в резервуары водохранилищ специалисты не регистрировали с 2001 года, когда на Владивосток обрушился еще один памятный многим циклон. Перекрыли трассу на бухту Лазурное, потопило даже аэропорт. В ночь на среду глава Владивостока лично проинспектировал работу дорожных служб по устранению последствий непогоды. После всего того апокалипсиса, который устроила для жителей и гостей Владивостока капризная погода, администрация города пустила в ход тяжелую артиллерию. Проинспектировать ночные работы по ликвидации последствий сильных ливней отправился сам глава дальневосточной столицы. Олег Гуменюк побывал на некоторых из наиболее пострадавших улиц, где лично раздавал указания ответственным лицам, беспокоясь за ситуацию в городе. Все-таки 58 миллиметров осадков в сутки – это не шутки. Главу Владивостока сопровождала не только камера с микрофоном, но и чиновники. Главы районов лично отчитывались по всем этапам ликвидационных работ. Рассказали о проблемных точках и подробно объяснили главе, какой у них план по устранению и предупреждению погодных проблем. У нас порядка восьми таких точек, можно сказать, которые были подтоплены на территории района. И особое внимание, конечно, это управляющие компании на то, чтобы отслеживали события, связанные с жилым фондом, подвальное помещение, потому что в любом случае это просачивается вода. Отследить, чтобы это не повлияло на энергобезопасность самого дома и по самим сетям. Каждый обладатель смартфона в городе уже видел, какой силой обладает обычный дождь, если город не подготовлен к удару. Некоторым районам, например, Ленинскому, повезло меньше других. Первые же удары стихии на территории Ленинского района выявили ряд мест, которые практически стали чрезвычайными. Это сход грунта со склона сопки Комарова в районе улицы Ладыгина и Кузнецова. Это сход тоже грунта в районе Тобольская, 11. И шесть подтоплений улиц в различных частях района. Дорожные рабочие и спецтехника в круглосуточном режиме продолжают ликвидировать последствия непогоды. В расчистке дорог от оползней, прочистке ливнёвок и ликвидации подтоплений задействованы бригады всех пяти районов города. Работы ведутся в круглосуточном режиме. Тракторы и самосвалы убирались сели по десяткам адресов, в том числе на улицах Тунгусской, Ладыгина, Героев Тихоокеанцев и других. Мы понимаем, что у нас ответственность, мы должны убирать. И сейчас все СГТ разбиты на бригады. Как только где будет сходить вода, и мы уже были на территории, где вода сходила, и тут же мы включаемся в работу, убрать ту верхнюю грязь, освободить проезжие части, чтобы доступно это было. И по прекращению дождя, когда подсохнет, мы опять же продолжим работу. И восстановительные ремонты, те, которые по дорогам, наши дороги разбиты, и те дороги, которые идут по программе. Кроме текущих работ по ликвидации последствий сильных ливней, главе Владивостока также отчитались о сбросе воды из двух городских водохранилищ – Богатинского и Пионерского. Это также увеличило общий уровень подъёма воды, что временно добавило проблем в копилку работ аварийных служб. Так, из берегов уже вышла речка Богатая. В зоне подтопления оказались частные дома. Несколько человек уже эвакуировали. На базе средней школы номер 44 развернут пункт временного размещения. Что касается прогнозов, синоптики сообщают, что и 29 августа дожди продолжат атаковать Владивосток. А потому городским службам надо мобилизовать все силы. Олег Завьялов, Евгений Черёмухин. Новости на восьмом. В это непростое время Владивосток, тем не менее, продолжает готовиться к Восточному экономическому форуму. Объективно, город встречает международный форум не в самом лучшем виде. И это понимают власти города. Ремонт дорог стоит. Сильно затопило университетскую набережную, на которой в эти дни возводят улицу Дальнего Востока. Предполагается, что это будет один из самых ярких проектов ВЭФ, где все регионы Дальневосточного федерального округа представят в специальных павильонах свои достижения. А вот окончательный список кафе и ресторанов города, которые будут рекомендованы для посещения участникам и гостям Восточно-экономического форума 2019, в мэрии уже составили. Накануне там прошла встреча с представителями заведений, вошедших в перечень. Представители администрации отметили, что в прошлом году количество претензий со стороны надзорных органов было минимальным и выразили уверенность, что список будет полезен и горожанам. Все 19 предприятий прошли тщательные проверки Роспотребнадзора, фонда, Росконгресс и мэрии. Изначально в списке было 75 наименований. В мэрии подчеркнули, что некоторые популярные рестораны Владивостока не вошли в список по собственной инициативе. А теперь внимание автомобилисты. С 7 утра 2 сентября и до полуночи 8 сентября ограничат движение автотранспорта массой 5 тонн и более на Корабельной набережной и на улице Нижнепортовой во Владивостоке. Временное изменение схем движения автомобилей весом более 5 тонн вводят в связи с проведением в городе 5-го Восточно-экономического форума. По информации администрации Владивостока, ограничение будет действовать на участках дорог от пересечения с улицы Нижнепортовая до улицы Светландская и от пересечения с улицы Корабельная набережная до дома номер 3Б по улице Нижнепортовая въезд в торговый порт. Власти просят жителей и гостей дальневосточной столицы отнестись к этому с пониманием. Аэрофлот объявил об отказе от дешевых перевозок на Дальний Восток. Дешевый тариф на рейсы Владивосток-Москва возможно перестанет существовать. Об отмене так называемых плоских программ, которые пользуются популярностью пассажиров, заявил гендиректор Аэрофлота Виталий Савельев. Если это произойдет, экономные перелеты перестанут существовать по 8 направлениям. Кроме того, глава Аэрофлота добавил, что если пересчитать на час полета, то такси в Москве стоят столько же или дороже. Поэтому плоские тарифы, введенные в 2015 году как временная мера, это серьезная потеря для Аэрофлота. Они являются убыточными и компании следует уходить от подобных мер. При этом ранее президент России Владимир Путин поддерживал проект, высказываясь против сильной конкуренции. Он отмечал, что в стране не должно быть таких мест, откуда невозможно улететь. Необходимо поощрять свободное движение граждан по стране и запускать новые регулярные маршруты. Но при этом нельзя создавать сильную ценовую конкуренцию, подрывать работу других авиакомпаний. Напомним, в 2018 году к программе присоединилась авиакомпания «Россия», предоставив для пользования по тарифу 5 направлений перелетов. Защита экс-главы Владивостока Игоря Пушкарева, осужденного на 15 лет колонии строгого режима, просит Мосгорсуд вынести оправдательный приговор. Об этом российскому агентству правовой и судебной информации сообщили адвокаты Игоря Пушкарева. Напомним, бывшего гражданачальника Приморской столицы обвиняют в получении взятки, злоупотребления должностными полномочиями и коммерческом подкупе. В апелляционной жалобе защита отмечает, что суд при постановлении приговора не выполнил необходимые условия закона и вынес его на основе предположений и противоречивых доказательств. По мнению защиты, оценка значительной части доказательств, изложенных в приговоре, противоречит их фактическому содержанию, а другие доказательства, оправдывающие осужденного, оставлены судом без какой-либо оценки. То есть, не мотивировано отвергнуты. В связи с чем, на взгляд защита, винительный приговор подлежит отмене. 29 августа Мосгорсуд должен рассмотреть апелляционную жалобу. Отметим, что по свидетельским показаниям, Игорь Пушкарев при подготовке города к саммиту ОТЭС 2012 предполагал политически выиграть, сэкономив в городской казне несколько сотен миллионов рублей. Однако суд не принял во внимание данные расчета экс-мэра, предпочтя расценить маневры градоначальника как взяточничество и злоупотребление должностью. Теперь Мосгорсуду предстоит рассмотреть апелляцию адвокатов Пушкарева и определить, что же именно завершил экс-мэр, есть ли его действия в состав преступления, и если да, то по каким статьям он может быть квалифицирован. Текстовую онлайн-трансляцию из зала суда будет вести Реавлат Ньюс. Восьмой канал следит за развитием событий. Переговоры с пиратами, похитившими 8 моряков, в том числе троих россиян, судно Мармалайта у берегов Камеруна продолжаются. Ранее похищенных членов экипажа осмотрел врач, им передали лекарства для профилактики малярии и необходимую одежду. А на данный момент моряки здоровые содержатся вместе в приемлемых с учетом ситуации условиях. Напомним, на рейде порта Дуала 15 августа пираты атаковали грузовое судно Мармалайта, преднадлежащее немецкой компании, следовавшей под флагом Антигуа и Барбуды. Пираты похитили 8 человек, в том числе троих россиян, старшего помощника из Санкт-Петербурга, капитана из Владивостока и старшего механика из Мурманска. Сейчас мы уйдем на короткую рекламу, сразу после которой. Смотрим в оба. Новое оборудование позволит оптальмологам Владивостока выявить проблемы со зрением даже у младенцев. О чем они разговаривают? Ученые на базе Приморского океанариума во Владивостоке начнут исследование способов общения белух и ларк. Голос, апорт, паши. Журналисты 8 канала взялись дрессировать яко. В эфире новый эпизод проекта «Попробуй на себе». Сегодня с вами я, Александр Масликов, и мы продолжаем. Смотрим в оба. Новое оборудование позволит оптальмологам Владивостока выявить проблемы со зрением даже у младенцев. О чем они разговаривают? Ученые на базе Приморского океанариума во Владивостоке начнут исследование способов общения белух и ларк. Голос, апорт, паши. Журналисты 8 канала взялись дрессировать яко. В эфире новый эпизод проекта «Попробуй на себе». Научно-образовательный центр мирового уровня создадут в Приморье. Владимир Путин поставил задачу создать в России не менее 15 научно-образовательных центров на основе интеграции университетов и научных организаций и их кооперации с организациями, действующими в реальном секторе экономики. И один из таких центров планирует создать и в Приморье. Глава региона провел совещание по данному вопросу, в котором также принял участие приседатель дальневосточного отделения РАН Валентин Сергеенко. Как отметил губернатор, создание научно-образовательного центра это возможность получить федеральное финансирование науки по отраслям, формировать кадровый потенциал. Это огромные перспективы для молодых ученых, обучающихся в вузах, в магистратуре и в аспирантуре. Преседатель ДВО РАН в свою очередь отметил, что перспективными направлениями развития научного потенциала Приморья должны стать наука о земле, куда входит геология, и наука о жизни, к которой относятся сельское хозяйство, биомедицина и медицина. Снизить тревожную статистику последних лет по главным болезням и поднять остроту зрения у детей поможет современный офтальмологический кабинет, который открыли в филиале детской больницы номер 6 Владивостока на улице Сахалинская, 58. Кабинет оснащен современным оборудованием, использование которого будет способствовать ранней диагностике. Обновление и пополнение детских поликлиник ведется в рамках национального проекта здравоохранения. Подробности у Катерины Матвеевой. 14-летний Егор попал в кабинет офтальмолога в рамках прохождения медобследования. Справка ему нужна, чтобы поступить в военное училище. Осмотр занял всего 5 минут. Диагноз здоров и годен к учебе. Воздушный поток. Постараемся не отширнуться. Внимание, вспышечка. Высокоточные аппараты, бинокулярный авторефрактометр и налобный бинокулярный офтальмоскоп дают возможность быстро и абсолютно безболезненно проводить детям сложные обследования. В минимальный срок поставить диагноз и сразу назначить эффективное лечение. В этом году по федеральной программе улучшение материально-технической базы детских амбулаторно-поликлинических учреждений получили достаточно большую сумму денег. И это впервые за долгие годы. Мы получили только на детскую поликлинику номер 6 порядка 12,5 миллионов, которые потратили на диагностическое оборудование. Сейчас мы находимся в кабинете офтальмологии, где получено современное диагностическое оборудование, которое позволяет в кратчайшие сроки обследовать ребенка и выявить у него патологию. Новое оборудование позволяет обнаружить заболевания у детей до года, когда еще серьезных нарушений зрения не произошло. Ранее аномалии рефракции впервые выявлялись только при плановом осмотре детей в три года. Конечно, если речь шла не о серьезных заболеваниях органов зрения, при которых врожденная патология видна сразу. Это аппарат для измерения рефракции глаза. Он выявляет близорукость, дальнозоркость и астигматизм. Врач может поставить диагноз всего за 40 секунд. Раньше исследования проводили с помощью вот такой скиоскопической линейки и занимали гораздо больше времени. Из-за того, что современные дети, активные пользователи всевозможных гаджетов, среди глазных заболеваний у них лидирует миопия – близорукость. Причем, если ранее она выявлялась в основном у ребят школьного возраста, то теперь специалисты стали отмечать близорукость и удошкалят. Конечно, в структуре заболеваемости детей офтальмологическая проблема занимает второе место после заболевания ортопедической патологией. Близорукость занимает первое место в аномалиях рефракции. 75% школьников страдают. Все это связано, конечно, с компьютеризацией, с ранним использованием гаджетов детей. Но остальные аппараты по мере необходимости. Специалисты отмечают, что маленькие дети не понимают, что у них снижено зрение. Поэтому проходить медосмотр им рекомендовано в первый месяц рождения, потом в год, потом в три года и так далее до 18 лет. Отметим, что в этом году в рамках нацпроекта здравоохранения на создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям региону выделено более 309 миллионов рублей из федерального бюджета. Из них 154 миллиона рублей край получит уже в этом году. Катерина Матвеева, Игорь Болтов, Новости на Восьмом. Ученые на базе Приморского океанариума во Владивостоке начнут исследование способов общения белухи-ларк, а разработаны на основе полученных данных технологии интегрируют в реальный промысел. По словам профессора Дальневосточного рыбохозяйственного университета Юрия Кузнецова, необходимо уделить большее внимание изучению феномена акустического поведения морских млекопитающих и объяснению его биофизического механизма. Это позволит в ближайшем будущем проектировать приборы и бионические системы для рыболовства. Например, дельфины умело управляют поведением рыбных косяков. Ученые могут позаимствовать у них это умение и удастся усовершенствовать технологии вылова. Кроме того, у ученых есть экологические задачи. Разработка технологии отвода морских животных от орудий лова, расшифровка смысла и содержания звуков, которыми они общаются, поможет понять механизмы работы мозга животных и формирование поведенческих и когнитивных стратегий. А вот съемочная группа Восьмого канала пробует понять работу мозга крупных наземных млекопитающих. В очередном эпизоде проекта «Попробуй на себе» журналисты осваивали мастерство дрессуры. И на этот раз подопечным стал як по имени Илюша. Кадры из новой серии проекта «Попробуй на себе» «Цирк» смотрим прямо сейчас. Тибетский як – это крупное животное, похожее на быков и зубров. Яки сильные, выносливые, серьезные и очень красивые. Как оказалось, этот вид можно и дрессировать, поэтому яков можно встретить и в цирке. На арене они прыгают через препятствия, выполняют различные команды и изображают кориду. Именно с этим животным мне предстоит познакомиться. А моим наставником стал артист из Приморья – Максим, который семь лет назад принял решение связать свою жизнь с цирком. Сейчас будет такой интересный момент. Попробуем себя в дрессуре. И в дрессуре необычного такого животного, как, допустим, як. Наверное, здесь он не опасный. Нет-нет-нет. Это милый самый взрослый наш як. Зовут его Илья. Смотрите. Вот это называется фарпачек. Фарпачек. Да, фарпачек. Сейчас я его поставлю, чтобы вы поняли. Это, в принципе, несложно. Только надо будет ему просто чуть-чуть перегородить дорогу и, в принципе, сказать слово «монд». Монд. Да. А что это значит? Монд – это барьер, это как трюк называется, когда ходят по барьеру. Это называется «монд». Сталмонд. Вот, молодец. И вот идем. Он идет так же, как вы ходите, да? Угу. Если он остановился, можно чуть-чуть его, да? Ну, в принципе, Катя сама может вести за собой. Угу. Да? Ничего страшного нету. Я буду стоять рядом с вами. И все. И здесь можно сказать ему «стоп!» Стоп! Вот, можно перед ним. Я тоже с вами буду. Все, молодец. Молодец, молодец. Все, и говорим ему. Ап! Все, он сходит. Угу. Давайте, берем. Сейчас он пройдет кружок. Почему он так на меня смотрит? Нет, это нормально, нормально. Илья, Илья, шагаем, шагаем, шагаем. Вот уже идем, перекрываем дорогу. Илья? Илья, Монд? 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 Нет, встаем, встаем. Вот, и идем. Идем рядом с ним. Не боимся, не боимся его. Давай, Илья. Нам нужен контент, Илья. Красавчик, Илья. Илюша тоже любит. Только перевее него не идем. Так, не надо его трогать. Я просто хотел его похлопать. Я вспоминал ваши слова. Потому что если он остановится, что нужно, тык-тык-тык-тык. Сейчас мне нужно будет сказать стоп, да? Да, вот чуть-чуть идем, идем. И сейчас переграждаем дорогу. Стоп. И сейчас выходим за спину и говорим ап. Ап. Вот. Домой? Домой? Нет. Давай, Илья, ты молодец. Спасибо тебе, ты просто лучший. Бог среди быков. Вот вы и почеслили себя чуть-чуть в роли трессировщика. Молодцы. Да, спасибо большое. Было очень круто. Полную версию этой серии проекта попробуй на себе. Смотрите в эфире или на нашем ютуб-канале. Футбольный клуб «Луч» сразится с японской студенческой командой. Приморские тэквондисты отличились на Кубке мира. Адмирал открывает хоккейный пансионат для детей. Все подробности расскажет Максим Яковлев. Футболисты «Луча» сыграют с японским клубом «Кобальт». Международный товарищеский матч состоится в рамках спортивной программы «ВЭФ-2019». Встреча пройдет на стадионе «Динамо» 4 сентября. В гости к приморцам едет новоиспеченная команда. «Кобальт» из Японии появился в прошлом году и, по сути, является студенческим коллективом. Для «Луча» подобная встреча станет уже второй. В прошлом году «Желто-синий» принимали во Владивостоке китайскую команду «Яньбаньфудэ». Тогда поединок завершился победой хозяев в серии после матчевых пенальти. 3-2. Игра с «Кобальтом» состоится 4 сентября в 19.00. Вход свободный. Приморцы успешно выступили на Кубке мира по тэквондо. Крупные соревнования проходили в китайском городе Уси. Туда съехались 160 сильнейших бойцов со всех уголков планеты. В техническом разделе «Пхумсе» при такой конкуренции отличились приморские тэквондисты. Две бронзовые медали принесли в копилку сборной России воспитанницы владивостокских школ Ксения Веремеева и Олеся Грушецкая. Также серебряную награду смогла заработать Светлана Селезнева в категории женщин до 65 лет. Как отметили в Департаменте физкультуры и спорта, Кубок мира в дисциплине «Пхумсе» проводился Всемирной Федерацией впервые, что придает достижениям приморских спортсменов особую значимость. Пансионат спортшколы «Адмирала» откроется на базе училища Олимпийского резерва во Владивостоке. Отныне 25 лучших молодых хоккеистов 13 и 17 лет будут жить на территории училища, а расходы на проживание и питание спортшкола «Адмирала» возьмет на себя. Это сотрудничество решит сразу несколько проблем. Из-за того, что иногородним воспитанникам было негде жить и учиться, Владивостокский клуб терял часть перспективных игроков из дальних уголков Приморского края. Теперь же с сентября молодые приезжие хоккеисты будут жить в пансионате. Планируется, что лучшие из них будут в дальнейшем отбираться в молодежную команду «Тайфун», а затем в основной состав «Адмирала». Максим Яковлев, новости спорта на восьмом. И напоследок еще раз коротко об основных событиях во Владивостоке. У природы есть плохая погода. Аномальные ливни продолжат заливать Владивосток вплоть до субботы. «Примгенромет» продлил штормовое предупреждение. Несмотря на сложности, Владивосток продолжает готовиться к восточному экономическому форуму. Выбраны самые надежные кафе и рестораны. Аэрофлот объявил об отказе от дешевых перевозок на Дальний Восток. Авиакомпания объявила их экономически невыгодными. Смотрим в оба. Новое оборудование позволит офтальмологам Владивостока выявить проблемы со зрением даже у младенцев. О чем они разговаривают? Ученые на базе Приморского океанариума во Владивостоке начнут исследование способов общения Белух и Ларк. Голос о порт Паши. Журналисты Восьмого канала взялись дрессировать Яка. В эфире новый эпизод проекта «Попробуй на себе». На сегодня это все. Есть что добавить? Заходите на страницы Восьмого канала во всех социальных сетях или на наш официальный сайт. Там найдете все видеоматериалы, а также другую полезную информацию. Самые интересные события оставляйте на официальном сайте канала. Телефон нашей редакции 249-88-12. Звоните. И уже завтра вы можете стать авторами новостей. Хотите о чем-то рассказать городу? Мы поможем. Восьмой канал. Главное – Владивосток. В умелых руках даже игральные карты могут оказаться смертельным оружием. И таким трюком нас удивили наши соседи из Поднебесной. Юный кунг-фуист Ван Кэй мечет карты с такой силой, что они режут доски, овощи и фрукты. Молниеносный бросок гасит даже свечи. Маленький ниндзя оттачивает навыки каждый день не менее 20 минут. Парень 6 лет изучал кунг-фу у шаолинских монахов. 4 года назад он освоил древнейшее искусство резких предметов с помощью игральных карт. На освоение этой техники его вдохновил трюк в кино. Эффектные кадры смотрим вместе и без комментариев. Сразу после прогноз погоды. Успехов вам и берегите себя. С вами был Александр Масликов. Увидимся на восьмом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова